Хе-хей! Всем привет, чуваки! С вами снова Бэмби. В этот раз мы в DCS World 2.5. Это 17-я миссия компании «Последний аргумент» для Су-27. И сегодня наша задача заключается в спасении гражданского пассажирского самолета, который был захвачен, перехвачен вражескими истребителями. Так что сейчас наша задача заключается во взлете. Летим на перехват вражеских истребителей, которые принуждают в посадке транспортный самолет. Сбиваем вражеские истребители, после чего сопровождаем спасенный пассажирский самолет к аэродрому. Вот, в общем-то, и все, что нам нужно сделать в этой миссии. Так что давайте приступим. Так, в этом вылете у меня полные топливные баки. Ну, значит, я на форсаже полечу на перехват. Раз уж наша сегодняшняя задача заключается в том, чтобы как можно быстрее перехватить и сбить вражеские истребители и спасти пассажирский самолет. Ну и раз уж топливо мне это позволяет и миссия требует быстрого полета на перехват, то логично будет воспользоваться форсажем. Понятное дело... Такс, давайте сейчас... Левым разворотом встану на заданный курс и приступлю к набору высоты. Ну, давайте этим займемся. Мне высоту нужно в 6000 метров набрать. Хотя для Су-27 на форсаже набрать 6000 метров, это вообще не проблема. Он тем более 130 километров еще до цели. Так что продолжаю набор высоты. Такс, что-то тут какая-то каша из символов у меня на Илс. И что из этого я захватывать должен, интересно? Мда уж. Ну, думаю, мне остается просто подлететь поближе и там уже видно будет. Хм... Я думаю, попробую захватить цель, которая отдельно от остальных летит. Такс, вроде бы я вражеский самолет захватил. Ну, я, естественно, подлечу поближе, чтобы с этим определиться. Пока что только одни точки видно. Ну, в любом случае, пассажирский самолет определяется как союзный. Так что, даже если бы я его случайно захватил, обстрелять я бы его не смог. Ну, и тем более, я бы сразу понял, что захватил я союзный летательный аппарат. А вот сейчас я точно сопровождаю противника. Это вражеский истребитель. Попробую по нему ракету Р-27Т, скорее всего, пустить. Ну, а если не получится, уже буду Р-ками работать. Вообще, смотрю, пассажирский самолет принуждает в посадке два вражеских истребителя. Один из которых летит прямо в притирку пассажирскому самолету. А вот второй летит так, поодаль от него. Ну, естественно, в первую очередь я буду работать по истребителю, который летит подальше, чтобы пассажирский лайнер не зацепить ненароком. А по второму истребителю, если что, я пушкой отработаю, если он так и будет продолжать притирку лететь. Я, в принципе, мог бы уже Р-ками отработать, но, как я уже сказал, я хочу ЭТ-шкой отстреляться по первому истребителю. Тем более, пока что враги на меня внимания не обращают. Пуск ракеты Р-27ЭТ. Ну, и посмотрим, будет бот ЛТЦ отстреливать или нет. Да, пуск он заметил, буду пускать Р-27ЭТ. Пуск Р-27ЭТ. Блин, ЭТ-шка все-таки попала. Я даже не ждал, что она попадет, когда бот начал ЛТЦ отстреливать. А второй истребитель, я смотрю, все так же летит притирку с гражданским бортом. О, смотрю, второй Фантом отдалился от гражданского самолета. Теперь я уже могу по нему спокойно отработать ракеты Р-73. Ну, если она промажет, то уже пушкой ушатаю его, думаю, мне не понадобится. Тут Р-73 хватило. Отлично. Вроде обе цели поразил. Отлично, давайте доложим о выполнении задачи. И в 10, и доложить. Возоверит, в 31-й, заребительный противник уничтожен прием. Я, Возоверит, понял. Мы на связи с гражданским бортом. Он последует в направлении Сочи. Сопровождайте его за посадки в Сочи. Хватит, деки, приятности. В 31-й, понял, сопровождаю. Ну, и давайте сопровождать в таком случае. Вот, догнал я пассажирский самолет и сейчас сопровождаю. Естественно, на монтаже я это вырежу, но за транспортным самолетом мне придется лететь еще полчаса, думаю. Но за счет монтажа вам не придется на это смотреть. В общем, проводил я пассажирский самолет до аэродрома. Сейчас жду, пока он уже на посадку зайдет. Там он со стороны моря заходить должен, думаю. О, отлично. Захожу на посадку. Подлетаю понемногу к торцу полосы. Подлетаю. Подлетаю. Тикс. Давайте. Выравнивание. Прибираю обороты. Выдерживание. Выдерживание. Есть касание. Отлично. Ну вот, считайте. 17-я миссия тоже завершена. Так что осталось еще 3 миссии. И все. Компания будет полностью пройдена. Так. Сплашка об успешном выполнении задания. А вот она. Ну и да. На этом у нас на сегодня все. Надеюсь, это видео было кому-то интересно. И всем спасибо. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok